Вашему вниманию клинический случай, естественно, мы подобрали его, поскольку симпозиума адресован в основном всем хорошо известному препарату аугментин. Конечно, это вовсе не означает, что лечение инфекционных обострений у нас ограничивается только аугментином. Мы просто подобрали случай, в каких ситуациях клинических наиболее подходящих или одним из наиболее подходящих будет аугментин или амоксицелин клаулона. Хочу подчеркнуть, что это чисто формальное определение, мы все с вами понимаем, что является обострением хозл хронического абстрактивного заболевания легких. Это ухудшение состояния больного в течение более чем 24 часов и главный критерий, что или по мнению больного, или по мнению врача необходимо провести некую коррекцию терапии, назначить новые препараты или изменить дозу предыдущих препаратов. Все мое сообщение, конечно, как и все предыдущие на сегодняшнем симпозиуме, идет в полном соответствии с инструкциями по лечению пурмонологических больных, которые возглавлены ныне действующим приказом 128. Спасибо. 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 А вот давайте посмотрим. Как отделить. Ведь не все же больные с обострением хозу требуют антибиотикотерапии. Как выделить из этого количества больных, больной с обострением хозу, пул больных, которые выиграют от назначения антибиотиков. И здесь мы пользуемся критериями клинической практики, которые называются по-разному. Критерии Антонезина, критерии Винниперские, но все это одно и то же. Это критерии, которые говорят о том, что если у больного с обострением хронического бронфита, с обострением хозу имеется усиление одышки, увеличение гнойности мокроты, не очень по-русски, но зато понятно. И по-другому можно сказать, может быть более красиво, увеличение гнойного компонента в мокроте и усиление объема выделяемой мокроты. Так вот, если у пациента есть все три этих признака, то назначение антибиотиков будет уместно, пациент выиграет от антибиотиков. Там работают все показатели, и число дней симптомов, и дней трудопотери, и последующая госпитализация, и смертность и так далее. То есть все показатели срабатывают именно для этих больных, которые соответствуют критериям Антонеза. Те больные, которые не соответствуют, они лежат в той сфере, которая не связана с инфекциями. Там могут быть этрогенные факторы, факторы окружающей среды, другие сопутствующие заболевания, которые не являются, по сути, хроническим обструктивным бронхитом. Средничная недостаточность, нарастание тромбной болезни мелких ветвей и так далее. Там достаточно большой перечень. Впрочем, нужно помнить, что если критерии Антонеза, еще раз повторяю, усиление адреса, усиление гномности мокроты, увеличение количества для его пота не срабатывают, их нет, то нужно искать другую причину обострения. Если эти критерии наличествуют, назначение антибиотиков показано и у нетяжелых больных, наверное, является недостаточным. Назначение антибиотиков у этой категории больных приводит к улучшению результатов лечения. А вот то самое исследование Антонеза, которое мы, когда говорим об антибиотикотерапии хронического бронхита, всегда показываем, поскольку оно уже заняло место классического исследования. Вот посмотрите, первые два столбца – это разница в клиническом эффекте между плацебо и антибиотиком у больных, у которых есть все три признака. То есть усиление адреса, усиление гномности мокроты. И теперь я хотел вам подсказать, напомнить, вернее, извините, в соответствии с нашими руководящими документами, в том числе инструкцией по лечению ХАОЗЛ, какой группе пациентов какие антибиотики показаны. И вот здесь из этой таблицы, немножечко верхняя таблица, не очень ярко, но я прочитаю. Есть и пациент относительно небольшого, не молодого возраста, но для больных хозл это меньше 65 лет. Все еще сохраненные функции внешнего дыхания, то есть объем форсированного выдоха больше 50%. С редкими обострениями, отсутствием серьезно сопутствующих заболеваний. Эти больные, так называемые больные первой группы, то есть больные, относящиеся вот к этой категории, отвечающие этим признакам, лечатся простым амоксицерином или макролидами, там этого достаточно в соответствии с современными слозрениями. Но, если пациент возрастной, напомню, что нашему пациенту, которого мы с вами разбираем, 72 года, если пациент старше 63 лет, у него объем форсированного выдоха меньше 50%. Хочу подчеркнуть, что функция внешнего дыхания, объем форсированного выдоха за первую секунду, оценивается в период ремиссии, то есть это не в период обострения. Да и то, хочу подчеркнуть это, потому что такие ошибки часто делаются после применения бронхолитиков, то есть это постдилитационная проба, и вот она у нашего пациента была 44%, а здесь, видите, если объем, и такая проба меньше 50%, то она относится уже к этой группе больных. И здесь выделена защищенная аминопеницерина, но сразу хочу сказать, что здесь же и цифалоспоринный парораймный, и вторхиналонный. В отношении респираторных вторхиналонов или обычных классических вторхиналонов, здесь можно не продискутировать, в зависимости от клинической ситуации, но, в принципе, применение и тех, и других не будет серьезной погрешностью. Иногда даже спорят, а что лучше из этих препаратов есть. Я бы не стал участвовать в таких спорах. Почему? Потому что хочу обратить ваше внимание вот на этот абзац. Четыре и более обострений в год. То есть эти больные чаще всего переносят за сезон, зимний сезон, конечно, обострений не случается чаще всего зимний период, несколько обострений. И вот здесь вступает в силу правило, которое в последние годы приобретает популярность и все больше и больше поборников, которое звучит так – внутренняя ротация. Если мы нынешнее обострение у данного пациента пролечили и успешно аугментином, например, то следующее обострение, которое, к сожалению, раз у него хронический бронхит и такой продвинустой стадии случится, нужно применять другой антибиотик, как бы, скажем, желательно другого класса, потому что доказано, сейчас все больше и больше накапливается доказательств о том, что если повторять один и тот же антибиотик, число неудач увеличивается. И все-таки вернемся к агментину. Агментин, его имеет несколько преимуществ, которые просто нужно помнить, работая с этим препаратом. Он приводит к радикации возбудителей, не только к подавлению клинической картины, но к радикации, к удалению возбудителя, вызвавшего обострение из бронхиального дерева. А это уже многократно доказано с этим антибиотиком и с другим. Эрадикация возбудителя приводит к удлинению безрецидивного периода. А помните, на одном из предыдущих слайдов мы с вами говорили о том, что чем реже обострение, тем лучше прогноз. Причем прогноз серьезный в отношении выживаемости в этих полетах. И последний нюанс, который мы сейчас сталкиваемся. Вы знаете, что у нас в аптеках для наших пациентов предлагается два сорта аугментина. Один 625-й, малые дозы, которые следует принимать 3 раза в день при инфекциях. И аоксицелин, аугментина тысячный, тысяча миллиграмм, которые следует принимать 2 раза в день. Так вот, хочу подчеркнуть, что большинство исследований, есть нюансы, но большинство исследований показывает, что обе эти формы по клинической эффективности сходны. То есть, статистически разницы показать не удалось. А выигрышным для 2-разового применения, то есть большой дозы по 1000 миллиграмм, является существенное статистически значимое снижение числа побочных эффектов. И особенно такого неприятного, как диарейный синдром, который, к сожалению, как и при всех антибиотиках, в том числе при применении аугментина, случается. И вот за счет двукратного применения и более низкого суточного употребления клоуановой кислоты и несколько большей дозы амоксицелина, и вот такая более современная, более подходящая, как оказалось, комбинация с точки зрения переносимости, она приводит к уменьшению побочных эффектов. И последний вопрос, который связан, это длительность лечения. Длительность лечения. Сейчас в мире наблюдается тенденция. Александр Раславович в вступительном слове говорил, что бережное отношение к антибиотикам. Одним из проявлений такой тенденции является склонность к более коротким курсам. И сейчас уже понятно, что курсы лечения инфекционных обострений хронического бронхита должны быть на 2-3 дня в среднем. Людмила Владимировна говорила, что не существует стандартного курса. Он всегда индивидуальный для данного больного. Так вот, курс лечения инфекционного обострения на 2-3 дня короче. Сейчас речь идет о 5-6-7-дневном курсе. И вот на данном исследовании проводилось исследование, которое показало, что 5-дневный курс назначения аугментина по клинической эффективности не уступает 7-дневному. И как и было в предыдущем тезисе, который я озвучил, а побочные эффекты, разумеется, что мы понимаем, при применении более короткого курса они в меньшей степени выражены. Еще раз хочу повторить, что сегодня было уже сказано, что основой для завершения курса антибиотикотерапии является клиническая стабилизация и уход инфекцией. Но, в принципе, мы должны стремиться к более коротким курсам. Это сейчас выглядит современно. Конечно, здесь важно не перестараться, потому что если мы не добьемся эридитации, то безрецидивный период пострадает. Но вот считается, что от 5 до 7 дней лечение аугментином для инфекционного обострения хронического бронхита, хронического бронхита, в тех случаях, когда действительно аугментин показан, но я их упомяну, это достаточно. Благодарю вас за внимание.